Перед вами стоит задача, перед вами дилемма, как определить и скрыть виджеты WordPress на определенных страницах, чтобы на каких-то страницах виджеты показывались и записях, а на каких-то не показывались. Меня зовут Федор Васильев, и в этом видео я вам покажу бесплатный виджет для WordPress, с помощью которого вы сможете навести порядок среди ваших виджетов. Определить, какие виджеты на каких должны быть страницах. Плагин легкий, маленький и бесплатный, и давайте его рассмотрим. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению данного видео, я хочу вам напомнить, если у вас нет времени, и вы сомневаетесь, и вам срочно нужен сайт, звоните, пишите, давайте обсудим ваш проект, реализуем ваш проект, ваш сайт вместе. А мы возвращаемся к теме данного видео. Давайте рассмотрим в этом видео виджет, за счет которого на WordPress вы можете управлять своими виджетами, которые у вас располагаются в колонках, виджеты могут быть в шапке, в подвале, в зависимости от вашей темы. По умолчанию у WordPress нет таких возможностей. Вот, допустим, поиск виджет, к примеру, мы его открываем, и как нам решить, где его отображать. Допустим, поиск у меня выводится не только в колонке вот здесь, а выводится еще на каких-то страницах. И где-то я хочу показывать, где-то я могу, где-то я хочу его скрыть. То есть вы видели, здесь настроек никаких нету, вот какой бы я виджет не открыл, никаких дополнительных по скрытию нету. Как только сейчас виджет мы с вами установим, у каждого виджета появятся дополнительные возможности, которые мы разберем. Итак, чтобы установить, переходим в плагин и добавить новый. В репозиторию, в поле поиска я вбиваю название, он называется Widget Context. Вот его здесь находим, это его сейчас иконка. Обновлен два месяца назад, совместим с моей версией WordPress, на данный момент записи. Нажимаем установить и активировать. После активации он будет располагаться в внешний вид, и вот его позиция. Здесь, на странице, включены все полезные опции. Можно перейти в настройки виджета отсюда. То есть, отсюда тоже мы можем настроить боковая панель, вот поиск. У нас появляется, видите, здесь ссылка на стройки. Либо мы можем перейти в внешний вид виджета. И теперь, когда я раскрываю один из виджетов, любой, появляются настройки и ссылочка на Pro. То есть, виджет имеет и Pro функции, платную версию с расширенным функционалом. Здесь появляется возможность показать виджет везде, но он так изначально везде он показывается. Показать виджет на, спрятать виджет на и спрятать виджет везде. Допустим, спрятать виджет. Если я выбираю, все, что у вас есть, страницы какие. Допустим, на главной странице, если он выводится у вас на главной, его можно скрыть. Страница блога. Давайте попробуем. Ставим птичку, скрыть на странице блога. Нажимаем сохранить. А страница блога, это не страница записи. Давайте все записи, попробуем вот эти вот варианты. Сохранить. После этого вот он здесь прячется. Ну, к примеру, он у нас показывается еще где-то на страницах. А вот именно в записях, в раскрытом виде записи, мы сейчас только что его спрятали. Также здесь есть более тонкая настройка. Менее больше, чем. Надо тестировать, конечно же, как это будет работать. И есть исключить. И перечислить URL. Конкретный URL. Допустим, вот эта запись. То есть мы копируем не всю ссылку, а только категорию тоже мы не берем. Просто вставляем альяс. То есть именно на этой записи, здесь галочки я все снял, не показывать поиск. Точнее, я здесь ошибся. Мы вместе с категорией. То есть здесь у вас есть адрес до домена, корневого домена. Вот так вот копируем. Без слэша на начале. То есть для этой страницы, вот видите, я скрыл запись. Если я приду на привет мир или любую другую, вы видите, поиск есть. Но на конкретной записи поиск отсутствует. То есть на конкретный URL. И с новой строки можно вставить здесь и другие URL. Здесь на английском есть подсказка, что как можно это сделать еще. Дальше исключить по URL. И заметка только для админов. Что-то написать, для себя как-то пометить. Кстати, вот эти опции, отсюда можно их отключать, если вы поняли. Перейдя вот здесь в настройки, заметки, допустим, не показывать. Не показывать, допустим, вот это поле. Допустим, мы не будем этим пользоваться. Сохранить настройки. Идем сюда. Перезагружаем страницу. Смотрим. И у нас, видите, некоторые возможности поля просто отключаются. Что сокращают настройки данного виджета и упрощают внешний вид. Я думаю, он очень прост в настройках, в понимании. И очень полезен. Вы можете, чтобы вы могли точно разграничить, какие виджеты на каких страницах вы могли отображать. Надеюсь, урок для вас был интересен и полезен. Оставляйте ваши комментарии, ваше мнение по поводу этого видео. Было ли оно вам интересно или полезно. Будете ли вы этот виджет применять на своих сайтах. А я с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok